всем всем огромный привет добралась я еще до одного запроса это показать все мои кисти я говорила что кистей у меня немного но вот запросом тоже тянуло как тут у меня когда что-то надо показать из запасов или то чем я пользуюсь у меня небольшой ступор сначала мне нужно это переварить а потом дорасти чтобы показать я сегодня собрала все свои кисти на помывку потому что хочу разобраться в них и которыми не пользуюсь наборами убрать для меня вот то что вы видите это слишком много даже начала мы тут часть будет мокрых часть грязных ну как грязных им пыльных в средствах но покажу вам и разберемся тогда уже вместе раз я добралась у меня по факту раз два три четыре наборчика и разрозненных несколько кистей от разных марок но давайте по-быстрому посмотрим и в итоге я вам покажу чем я пользуюсь какими кистями я пользуюсь а остальные у меня по факту лежат сути лежат когда показывая свои косметички сказала что я буду использовать вот эту косметичку от эфраше вместо той которую я отдала на самом деле вот этот наборчик от эко то вкус он шел в таком приятненьком конвертики с одной стороны этот конвертик был вот такой тоже матерчатый вторая сторона была у него прозрачная и он был на молнии очень удобный конвертик но так как я кистями кисти достала и хранила их отдельно то как бы почти два года этот конвертик пролежал и я решила что он мне не нужен отдала но теперь вспомнила что надо кисти куда-то убирать это у меня не успели помыться из всех кистей у меня в ходу вот это для меня это очень удобно растушевочная кисть оказалось прекрасно растушевывает а тут даже вот название коту стерлась она сохранилась в принципе на тех кистях только которыми я практически не пользуюсь но вот эта кисть очень удобно для хайлайтера просто у меня их несколько похожих поэтому это лежит вот этой можно было бы конечно тоже работать и она у меня даже было одно время рабочий я и наносила под бровь например хайлайтер тоже также хайлайтер над скулой они у меня две таки одна плотненькая прям такая плотно набитая вторая легкая и вот эти две кисти они у меня нет из него не в использовании вот это я пыталась делать стрелочки подводить века ведь она у меня чумазы а это у меня для теней но для теней у меня более удобное есть для для меня у более удобные кисти я пользуюсь больше той поэтому сейчас этот наборчик искупается и пойдет в свою косметичку второй набор которым я пользуюсь чаще и больше тут он кстати я его заказывал в китае он в таком красивом чехле чехлом не пользуюсь но он такой красивый что он меня вот лежит ну сейчас воспользуюсь то есть кисти которыми я не пользуюсь я сейчас их уберу то самое ненужное для меня оказалось вот эта кисть потому что все это в принципе не пользуюсь я расческами и брови вот этим не чешу то есть брови я причесываю обычно гелевыми для бровей специальным гелем и там щеточки которые расчесывают брови а такие вещи лежат так самая любимая самая ходовая ну и в данный момент самая мокрая кисть это для нанесения теней вот для меня это прямо вот самая идеальная удобная кисть я сейчас заказала faberlic кисточку в надежде что она будет точно такая же но сейчас смотрю что у меня вот это вот миллиметров 7 наверно faberlic написано кажется сантиметр поэтому может быть будет и шире но посмотрим мне хочется вот точно такую же потому что это у меня одна единственная которую я очень нежно люблю вот я думаю что от faberlic придет вот подобное вот этой ведь она еще маленькая вот она как раз сантиметр возможно я заказала точно такую же для меня вот как тут это вот широковато но посмотрим ладно это для помады кстати неплохая для помады но я сейчас покажу который для помады я люблю больше вот этой кистью я пользовалась очень часто она для меня такая походная но самый любимый у меня вот она скошенная и чумазая сейчас будет мыться для румян вот я ей и румяна в дорогах ну когда куда-то еду и под рукой она у меня всегда была и вот до того набора черненького это было у меня прямо вот незаменимая для румян и разных бронзеров кисть так что я вот этими двумя часто пользовалась этот набор я считаю что для меня очень хороший кроме вот той ненужной кисти для меня и там еще был наверное уже выкинула со спонжем тоже кисть со спонжем я ее выкинула все спонжи которые у меня были вот на таких ручках я их уже по выкидывал так что сейчас помоем и уберу но не все еще один набор я его заказала понравилось мне тубом вот кстати вот этот и этот я заказывал на алиэкспресс и цены были я не знаю до 200 рублей может быть даже меньше меньше 200 вот в такой тубе кисточки я не знаю я как-то вот на сайте почему-то думала что это туба будет раза в два в три шире и кисти больше для меня было просто каким-то открытием когда приехал такая крошечка вот такими кистями из всех я пользуюсь только вот этой скошные она жесткая и она идеально для бровей набирать из палетки от иван для бровей там настолько плотная текстура у теней для бровей что вот это вот идеальная кисть просто вот она мне верой и правдой служит два года вот прям вот только ей остальные у меня вот это для помады бестолковая для меня это вот не кисть она жесткая но можно ее как подводку да по для подводки можно использовать для помады нет вот это неплохая но у эко туз идентичная и там мягче намного это наверное вот видите наверное думаю из faberlic я закажу что-то подобное тоже около сантиметров миллиметров 8 а это плотненькая маленькая как-то я с ней тоже не подружилась ну вот из всего набора вот но ради этой стоило покупать набор так уберем по моему берем эти уже мокрые мы ты это вообще два карандаша я вам часто про них говорила в косметичках для меня это самые идеальные кисти для жидких помад для каких-то бальзамов блесков то что нужно набрать кистью это самое лучшее если сравнить из наборчиков из других так сейчас я тут широкие стороны вот видите разница какая вот это вот можно сказать что она похожа но она вот узкая к низу а здесь вот это широкие лопатки ну что я хрип более удобные поэтому когда карандаш и мои закончатся но вот этот карандаш наверно никогда не закончится или его даже не использую а этот если и закончится то тут остается сам пластиковый футляр и поэтому они у меня останутся вот в использовании сейчас они высохнут и я на них одену колпачки которые там в уголку лежат так дальше давайте покажу одиночки от иван у меня есть две кисти одна старушка вот такая кисть она плотно набитая очень прямо жесткая и здесь спонж такой для растушевки я им не пользуюсь не растушевываю вот этой кистью очень удобно наносить все кремовые тени вот просто идеальная для меня кисть для всех кремовых особенно плотных теней она у меня тоже мокренькая даже уже такая подсушенная что-то успела уже намыть а потом остановилась гошу куда я их сейчас мокрый это вам буду показывать некрасиво вот это тоже успела искупаться на ее положила на обогреватель и она успела и и высохнуть вот чуть-чуть совсем влажные это от иван новиночка у нее очень приятная ручка это софт пластик такой и вот такая вот пока я не приобрела вам тот набор для меня она была очень хороша ей приятно наносить румяна я ей наношу сверкал очки у нее есть видите сейчас покажу или нет ну вот видно ворсиночки которые торчат волоски вот видно на черном но они так торчат что я их не могу выдернуть их надо будет выстричь после мытья видите вылезли но выдернуть их сложно поэтому их нужно будет просто состричь вот такая очень она мне нравится на 500 рублей мне кажется слишком дороговато для кисти тут искусственный ворс и очень очень мягкий приятный прямо к телу так а ты вон все а ты хорошие это подарок ниже 0 дарила это растушевочная кисть она очень удобная такой плотный бочонок и в складку наносить тени в складку века прямо ей очень очень удобный сразу растушевываешь и форму придаешь как будет тень ложится это очень хорошая кисть она такая и плотненькая в меру и мягкая в меру такая вот красотуля от мэри кей вот эти вот кисти они вообще идеальны для именно пудр рассыпчатых от мэри кей потому что если вы например такой жесткой достаточно жесткой кистью в какую-то пудру рыхлую залезете то ее просто выньте из-за его домика это очень плотная кисть она вот сколько у меня года три и все три года но сейчас уже не так лезет но линька у нее была бесконечная на распушилась и это в плюс ей в этой кисти что хорошо у нее настолько интересно подстрижены волоски что она набирает и во внутрь себя продукт и набирает столько сколько необходимо то есть вот они разные длины подстрижены в этом ее фишка и средства рассыпчатые пудровые у меня например от буржуа есть я использую ей но она колется она колючая и можете потом встречать на лице вот эти волоски насыпется но тем не менее она у меня остается потому что бывают моменты средства у меня бывают такие когда нужно именно ей пользоваться вот я ее кстати по совету девочек мыла шампунем с кондиционерами я и даже делала масочки чтобы она становилась мягче но чуть-чуть совсем чуть-чуть она конечно становится мягче но все равно колючая достаточно но нет настолько колючая чтобы прямо вот лицо мне поранить следующая кисть вот такой веер я ее когда увидела на алиэкспресс вообще я увидела у кого-то сначала потом на алиэкспресс я ее взяла за ее форму за его красоту и девочки любители кистей наверное сейчас понимают меня зачем она мне вообще была нужна и только потом я поняла что она самая удобная но как поняла мне подсказали но я уже и сама это дело то есть догадалась под глазами когда осыпаются тени прямо идеально ей смахивать ей можно конечно и румяна наносить и бронзер можно наносить лицо тени на лице ложить в целом вот хорошо очень смахивать все вокруг глаз что осыпается очень красивый очень удобная прямо вот смотрите какая красотуля люблю это люблю это кисть вообще для тональной основы либо для консилеров она мне шла в наборе с набор такой широкий с консилерами и вот эта кисть приехал ни разу не пользовалась не могу я вот такими кистями мне легче маленькими кисточками либо пальчиком либо спонжиками он лежат вот такая вот но она лежит потому что ну вдруг руки дорастут ноги дойдут и вот захочется пользоваться две следующие кисти не знаю немедленно ли я такие вещи прям по-быстрому показываете все был набор из четырех кистей я их заказала ошибочно я была уверена что я беру набор вот такого размера из четырех кистей как-то вот не посмотрела я в сантиметрах и заказала их было четыре они были разные формы 2 я подарила 2 оставила себе но использую вот эту использую крайне редко а вот этой вот я наношу под глазки консилер она такая достаточно удобная для этого плотно набитая и как раз вот для консилера то она работает хорошо но это ничего не делаю так она у меня лежит как бы про запас удобно высокие такие ручки они у меня хранятся в больших вот этих вот контейнерах вместе с теми кистями потому что им там как бы домик уютен и удобен наверное камеру обойду чтобы дальше показать эта кисть у меня вообще такая походная я ее брала в магазине на что тут вот такая вот фирма где тут не помню мне кажется я ее брала рублей там за 150 200 вот такая удобная в дорогу она удобная конечно не сравнить с пушистой с большой ли вот как от иван немножко не хватает если например нужно пудру но зато удобно убирать и все она в косметичке много места не занимает тут лежат два колпачка для этих подружек двух дальше две кисточки кабуки 1 идет так где я одна идет от и фраше такая у нее тоже жанули присылала нами тогда ты фраше вот этот бочонок присылала и вот эту пользуюсь тоже румяна удобно наносить она такая хорошенькая сейчас они у меня обе стоят потому что я прям вот к тому набору прилипла и вторая я заказывала на алиэкспресс это мягче это пожестче она такая симпатична они были разных расцветок но приезжали методом очень выбора китайцев какая под руку им попадет и вот у меня такие две малышки симпатяшки есть сейчас пока простаивают но и спонжи которыми я пользуюсь они мокрые поэтому увеличенные выстиранные очень люблю тональные средства наносить вот этим спонжем прямо на него выдавливаю если тональное средство в баночке какой-то подцепляю у меня ногти я не могу пальчиком подцеплять я так вокруг пальчика и пошла на лицо то есть руки не пачкаются этот идеален благодаря узким кончиком также выдавливаю средства прямо на него и наношу и сухим способом хорошо и мокрым уже он у меня такой раненый этот спонжик мне оксаночка подс дарила а вот этих вот последний остался это же 0 это же не присылала целый набор 20 штук я им пользовалась около двух лет то есть 20 штук на два года мне хватило вообще идеальный был набор в пустых баночках я показывал упаковку и вот такой вот спонжик удобный но и собственно мой набор который приехал не так давно я долго не буду его показывать сейчас покажу сначала кисти которыми я пользуюсь и которые люблю вот эта кисть она приехала немножко поцарапанная потому что только эта кисть была еще защищена таким пластиковым футляром чтобы на не повредилась никуда но футляр немножко поцарапал здесь это идеальное для меня это самое лучшее самая пушистая это моя мечта чтобы кисть была настолько пушистая чтобы пудра сразу равномерно ложилась на все лицо супер они еще красивый тем что тут стразинки есть вот такой вот набор для румян просто полюбила тоже вот эту кисть у нее очень интересная форма она так красиво закругляется как-то вот она конусом срезана очень удобно румяна ложатся классно бронзеры сейчас наношу вот этим она плотная чумазик такой бронзовый она достаточно плотная короткая и поэтому тень ложится более ровно то есть если румяна они в мягкой кисти ложатся так легко как бы не переборщишь благодаря этой кисти то бронзер можно переборщить но с другой стороны он ложится уже тенью и вот эту очень люблю кисть я не знаю может быть она не для этого но вот все остальные откинула хайлайтеры я использую наношу ей и все они вот с этими милейшими стразами от сваровски по моему вот эти стразы с этой стороны это прямо вот в ходу которые кисти и в наборе были еще кисти меня часто девчонки спрашивают пользуюсь ли я ими давайте покажу вот это для тональной основы воспользовался один раз когда снимала ролик показывала как можно наносить макияж этими кистями но вот как я и сказала больше для меня тональная основа удобно вот как они называются блендерами в общем спонжами такая кисть классная она очень мягкая она очень приятно при этом плотно набитая и наносит неплохо но мне кажется вот как-то вот долго уж больно я эти разводы кружу кружу по лицу пока они там ватрутся войдут в лицо поэтому для меня спонжи удобнее эта кисточка остается когда дорастут до нее я думаю вот это будет тоже очень удобно и но она мягче чем вот розовенький набор для бровей но когда-то у меня умрет вот у меня на замену будет вот это поэтому она больше как на запасе лежит вот эта кисть она идет для подводки наверное но я редко подвожу глаза мне легче взять карандаш и подвести карандашом если я подвожу тенями то вот кисточка которая у меня для тени на как раз настолько узкая что ребром мне хватает ее но вообще вот это для подводки очень хорошо тенями можно следующее идет для помады но это недоразумение для помады и я думаю это вот прямо вот две для подводки этот для подводки теней вот они такие там для помады но нет я люблю вот лопаточки и еще две кисти которые ну можно конечно вот эту вот как растушевочную как бочонок воспринимать и если его сравнить вот например от и фраше то видите какая разница в размерах то мне легче вот тут этой маленькой может быть это для более больших глаз но она вот как-то великовато для меня и и вот это можно ее тоже использовать как для хайлайтера например или для консилера но для теней это опять же для сравнения покажу мою любимку вот смотрите видите разница и если я привыкла вот к этой кисточке то я тут до брови сразу залеплю весь глаз тенями если воспользуюсь такой большой поэтому она у меня вот больше как для хайлайтера но она мне не для чего она у меня стоит вот отдельно потому что набор с одной стороны хорош благодаря вот этой половине а вот эта половина в принципе у меня пока либо на запас либо пока не востребованная он хорош для контурирования для ухода за лицом ну для декоративного оформления лица но для макияжа глаз это слишком большие для меня не подойдут но и по факту чем я пользуюсь если вот взять мой дневной макияж то отсюда так так здесь у меня идет кисточка для бровей ну естественно вот спонж так так и вот так вот это все что мне необходимо каждый день больше я ничего не беру но естественно если хайлайтер то вот еще вот эту добавляю кисточку все это все чем я пользуюсь все остальное что у меня вот сейчас видите она по сути пока просто лежит что-то я хватаю пользуюсь конечно опять же вот взять когда нужно блеска нанести тоже карандаш но в целом я сейчас все помою и уберу бывает что румяна слишком пигментированной тогда я вот эту большую не беру у меня тогда под рукой обязательно должна быть вот эта кисть потому что есть у меня румяна который мне нужно только вот этой они такие яркие и прямо совсем капельку и видеть размер меньше и область они уже более четкую конкретную затрагивают то есть тоже вот как бы это плюс но все по крайней мере я показала все свои наборы все что у меня есть не так много но как показывает практика по крайней мере моя это то что мне достаточно мне большего и не надо оказывается но как и у всех девочек у меня все равно любовь остается кистям мне постоянно хочется чего-то новенького я на них поглядываю вот сейчас опять кисточка приедет одна но я не фанат кистей например как помад или теней чтобы вот я их скупала то есть в основном у меня вот с любовью заказанный был вот этот набор дальний набор я выиграла в конкурсе мне его прислали вот эти два я покупала когда начинала макияжа свои делать года три-четыре мне кажется назад и может быть два три вот так или от двух до четырех потому что некоторые из них совсем старенький да ну а тут что-то с любовью куплено очень хотелось что-то подарено и очень понравилось но что-то оказалось бестолковым либо приехала в наборе все отчиталась надеюсь самое было интересно всем огромное спасибо и всем пока